Добрый вечер, дорогие коллеги! Я там в прошлом Конгрессе не был, я участвовал уже 25 лет, начиная с Лукс-Полковой еще. И сегодня, ну, хотя доклад был опубликован в прошлом году, да, и сегодня меня... Значит, вот, в 99-м году мы с Варисовым Галином Ивановичем здесь выступили с докладом в микроточке граффоркации. Вот, а в прошлом Конгрессе, ну, и доклад заглавил так. Значит, планета вновь к уточке граффоркации, потому что тогда было полеоцветов, предмещали, так сказать, минению тысячелетиям, да. Вот, и вот с тех пор количество катапизма в Востоке возросло, если не по экспоненте, то, конечно, нейтрическая прогрессия точно не растут, да. Я не буду подробно говорить, достаточно сфокусимый Еллоустонский суперкомалкан, на котором масло спошло, что он шарашлит тут скоро, да. Вот, я перейду дальше. Причина в чем? Да уходящая цивилизация пятая, да. Предыдущая цивилизация, вы знаете, варец смыл, да, с поверхности планеты. Ну, и, конечно же, предыдущая цивилизация, идут все эти вот войны, информационные, биржа-реагиозы и так далее. И поэтому не видно, что Земля трясется. А первое сообщение о том, что Земля входит в лодосу глобальных катастроф от высшего космического разума, мы получили в 2002 году. Это от спасателей, такое было движение, спасателей землян. Я этот брошюр об этом передал академику Алчерова, когда он подрался в номер 10 километров в Петербурге. В октябре уже четвертого года в ВКФ, то есть высший космический разум, Регулианная, через послание диктовки записанной академикой массовой, тоже физик, физика твердого тела, стал оповещать людей о ситуации на планете, помогая с советами. Но я не читал тогда эти послания, пока в 2010 году не получил из Вашингтона, откровения бюджетного века, написанные вот этим массовым. И когда я прочитал, я понял, что тут самая-то нетрадиционная физика и сосредоточена, для меня многое открылось тогда же. И все это происходит, да, во время завершения галактического цикла, продолжительница 26 тысяч лет. Чему сопутствуют изменения пространства, магнитного поля Земли, повышение частоты вибраций из космоса, квантовые скачки. А завершится этот переход в планеты и людей в новую верность, четвертая, пятая и так далее. Вот совсем скоро уже, оказывается, я думаю... Ну, я вот разбил доклад на две части и приведу... Я сам представитель физиков-экспериментаторов. Для меня, в общем, эти слова, как всегда, выдающийся экспериментатор, открывшаяся проводимость. Я думаю, что мы, ученые, можем сказать, теория хорошая вещь, да, но правильный эксперимент остается навсегда. И вот, в первой части, я хочу о том, что соответствует этому переходу в новые верности, уже перечислено. Значит, ну, а, что такое физический квантов? Знаете, называется скачки аэкспериментонов с уровня на уровень, там, в атоме, либо в кристалле, квантовая система эта тоже, с выделением энергии, с поглощением в качестве фотомов. На инорочем масштабе квантовый переход связывает с совершенствием человека. Впервые ВКР провестил, начиная с квантовым переходом, в 2006 году. Достает время, изменение энергетической ситуации, планетарного масштаба, заступает квантовый переход с Земли. Это было в мае месяце 2006 года. Мы, конечно, начали читать все это после 2010 года только. Об этом не знали. Но наши эксперименты позволили нам самим, независимо от этого, да, обнаружить такой скачок. Это произошло в 2006 году, 7 июля. Дня Ливана Купала, кстати говоря, да. Вдруг мы после поездки в Неперборею, мы там побывали, где вот артефакты всякие сохранились, Неперборейские, и вот приемли сразу, обнаружили такой мощный скачок. В тысячу раз изменилось биополе, да, вот, и этот удерживался примерно 2 месяца. Потом мы насчитали, что таки скачок 11 было, до 12 года. Но новый этап квантового перехода, уже глобального, галактического масштаба, начинается с 8 года. И вот слова Творца. Праздник Рождества совпал с началом квантового перехода и началом отчета двух судьбоносных четырехлетий, когда должна будет измениться судьба и предназначение людей, ибо наступает время великих перемен, отмеченных во всех календарях. Вот, обращая внимание, что здесь два четырехлетия, да, то есть 8, вот прибавьте к 8, к 8 вы получаете, конечно, к 8-го года, 16-го. О, наше измерение. Я уже в 8-м году измерил Биополию и удивился тогда, что именно вот эта шкала, вот именно начало года, 7-го православного календаря, да, крещения, то есть это святой. И вот вот скачок, такой отрезок, да, и потом опять еще там скачки, шаки, они все были однозначные. Ну и что же происходит с пространством? Математики и физики давно говорят об одиннадцати и более измерениях. Хотя пока мы живем в третьем, в трюжмерном пространстве. И вот слова, слова академика Маркова. Информационное поле Земли слоисто и структурно напоминает батрешку, причем каждый слой с грамм графически более высокий. А вот, что говорит тварец, смотрите, поймите, мир состоит не только из плотного пана. Я вам еще очень давно говорил о том, что мир есть подобие матрешки, и не может одна из матрешек, а волочек этой великой матрешке тормозить единую сильнее живет. Ну, стабильными для пребывания длительной являются нечетные измерения. Вот мы живем в третьем, потом будет в пятом, а четные являются промежуточными, подготовительными. На самом деле, вот многие земляне уже сейчас пребывают в четвертом измерении. Вот это люди, обладающиеся видением, с сознанием, интуиция, предыдущий автор, он явно живет в четвертом измерении. Я не пугаю, но изменения пространства, как я говорил, затронет переделок арты мира, который изменит церковь в неуздаваемости. И только территория Бога останется на вечном. Основой нового мира, новой мировости. А какая территория Бога? Это Россия. Не случайно, в 1050 лет, да, никто не может покорить, никакие уровни и сейчас тоже пытаются, да. Ну, под защитой Бога ведь. Бюрократия покорилась. Ваше сознание, одними словами, ваше энергетическое зрение не готово охватить полную картину мира. предстоящие из множества параллельных миров. Я готовлю вас не к новым реальным пространствам, либо, как я сказал, пространство многогранное и многолико. Было и есть всегда. Я готовлю вас к новому видению только части этого реального пространства. Вы не только находитесь в плотном плане, лишь в реальном виде, вновременно, значит, параллельно находитесь в новых тех планах. Ведь у нас у всех есть 7 тел, да, 4 полевых. И вот эти полевые тюрьмы находятся в тех листах. Вот я сделал фотографию в Ропше, когда собралась группа спасателей землён. И вот здесь в фотографии появился такой выброс энергетический света. Хотя из Вальдом никто не видел этого. Но в чём тут дело? Потому что чувствительное гладо, и чувствительное, и он не разное. Глаз не чувствует, а это чувствует фотон, и берёт определённую энергию, которая вот там она проявляется. Творец повышает частоту и мерность пространства. Так как мы, вот, радиоприёмники, поверяем ручку для настройки частоты, и для и для и для и для и для. Если мы работаем над собой, повышаем вибрации своих тел, то легко попадаем в резонанс и можем довольно легко перейти в более высокие изменения. А вода, принимающая вибрации из разных мерностей, помогает нам адаптироваться к происходящим изменениям на планете. Вот этот не мог не привести к диаграмму новой модели интеграционно-энергетического пространства Вселенной, который предложил Муциньков Владимир Никиевич, который вот на этом конгрессе, ну, да, может, для 10-15 выступал, и я вот его таким и видел. Тут интересная модель, да? Справа это вот тонкий план, слева это наш мозгный план. А между ними границей, переход из тонкого сюда, и вот когда к нам приходит озарение, да, эта идет информация, проходит через, как через тональный эффект, вот через потенциальный барьер, и мы получаем информацию, оттуда это. И вот я когда-то лет 20 назад прочитал Циолковского статью, и там засыпился на слова, что Вселенная кишит равными сущностями. Вот, и вот я ее нашел, она у меня сохранилась, и вот, как бы, пример. Потрясающий снимок, да? Там действительно существуют ангелы, если кто-то еще не верит, да? Так вот они сфотографированы. Значит, в 85-м году экипаж и 6-ти человек на нашем космическом корабле, Калют-6, вот, увидели в иллюминатор, вот, ангелов. Они это большие фигуры, с крыльями, с орионом, оранжевым, вот, они улыбались, даже под заглядами в иллюминатор, и никто из космонавтов не усомнился, что это ангелы. Ну, на отчет наложили секрет. Нельзя было в то время, да? Советское. Но американцы, они встречаются с американскими космонавтами, тоже многократно наблюдали это. И вот они сфотографировали, то есть, с помощью телескопа Хабблу, вот здесь показано, эти снимки взялись чудесные физики, книги «Физика, вера, тихо плава». Ну, а по нашему мнению, это как раз Крайон, ведь Крайон – это группа ангелов, вот, Симе, которые нам помогают с момента сотворения планеты. Источником, теперь торсионных полей, немножко, источником торсионных полей является спина, ну, вращательный момент, да, любой частиц элементарный, или даже, как бы, крупногабаритный, вот, создатель генератов торсионных волн и главным организатором, геологом проводил Анатолий Петрович Акимов. Я, с ним был хорошо знаком, работал генератом торсионных волн, вот, а Шипов теоретик, он вывел систему уравнений физического вакуума и, как бы, обратил внимание на глобальный уровень торсионных полей. Вот, на сего 7 уровней, который он, соответственно, уравнение сопоставил, начиная от твердого тела и, да, абсолютно ничто. Но нас сейчас интересует 6 уровень, это уровень торсионных полей. Значит, я не буду вдаваться в подробности, да, выводы друг академиков. Первое, торсионные волны осуществляют мгновенную передачу информации. Торсионные поля проявляют аксиловые свойства, психогенез, лимитация, так и информационные, без затраты энергии практически. Телепатия тут же, да. Сознание есть взаимодействие материи с информационным полем. То есть, мысли-форма это продукт сознания. Вот, слова Творца. Все то, о чем я говорю вам в последнее время, есть необходимое для формирования вашего сознания информация. Ибо сейчас нет ничего важнее для каждого из вас, как поменять сознание и быть готовым к тем великим переменным пространствам, которые надвигаются и достигнут пика в день, когда солнце уйдет за горизонт. Таким образом, для успешного перехода в новую верность необходимо расширять свое сознание. И вот здесь я должен вспомнить Анатолия Павловича Смирнова добрым словом. Он присутствовал на всех этих конгрессах и его чудесный был семинар, где он в последние годы буквально каждый этот семинар говорил, мы будем расширять ваше сознание. И вот он будет многое сделать при памяти ему, конечно. Люди живут в мире энергии и информации, которая сводкана из мысли-форм. Из той психической энергии, которую пока не удалось точно избегать физическими приборами. Но эти тонкие торсионные поля не только существуют, они могут еще и значительно влиять на пространство планетарного уровня. Ведь все еще знают, что планета живая, Вселенная живая. А как Вселенная могла бы знать о том, что в одном конце происходит, и в другом, с помощью доверной передачи информации получит торсионных полей. И вот тут уместно сказать о сердце немножко. Сердце является мощнейшим генератом электромагнитной энергии. Ну, поскольку кровеносные потоки заряжены, естественно, магнитная боли возникает мощная. Она в 5 тысяч раз сильнее магнитной боли мозга. И она способна передавать информацию в любую точку организма. И более того, на очень большие расстояния, благодаря именно психической энергии торсионных волны. Вот не случайно, поэтому, когда бывает, что вот мать знает, что с ребенком что-то случилось, а он находится где-то далеко. Это вот торсионные поля. Интуиция это все через торсионные поля. А рядом с сердцем находится душа. Вот она здесь показана. У кого-то побольше, у кого-то поменьше, да? Вот если кто-то сомневается, вот можете почитать. Это опытами доказывает, что-то пересадки сердца, да? Если душа была духовна, она переходит тоже. Микрофон. Ух! Микрофон. Так, часть вторая. Изведение состояния воды на планете. Ближе к микрофону. Да, вот, значит, спасибо. Это я вам сейчас приведу слова о первом из послания от отца. Вода знает все об этом мире. Несет не только полнейшую информацию о мире, но и передает ее в космос. Она и есть божественный природный компьютер Земли. Она и живая матрица физического мира. Мы продолжили мониторинг состояния природной воды еще в третьем году. И вот мы выступали на эту конгрессу на эту тему. Настоящая работа работа в период лета предыдущего конгресса. Как и прежде изгорялась вода с биополем. И вот данные последние в 2014 году 60 августа полнолуния тогда было примерно месяц. Биополем нато 1750 раз. А энтропия вода конечно резко упала. Это такое спироги вы наблюдали. Но может интересно ночь 20 августа 21 8 началось выключение магнитного поля Земли. Я измеряю магнитное поле это очень просто все и направление поддвижения полюсов магнитных вот в то время писать из космоса шли предупреждение что с возможными магнитной переполюсовка а тогда три дня тишина темноты будет но этого не произошло одновременно по лесу нашла фотонный тоннель фотонного пояса и шатай в рот из космоса принимали водой за три дня возросла 50 раз вот такого никогда я не наблюдал чтобы и утром все вороскачут да и вечером в один день вот и в результате так вот быстро и события завершились 20 августа 14 год без селезия первого прощения ВКР Словича Солнечное затмение 20 марта произошло как и в 1 августа я исследовал об этом рассказывал здесь мы зафиксировали что начало реакции воды уже началось накануне а вот максимум затмения в Петербурге нового сильнее чем в 8 году вот максимум наблюдается на 20 минут раньше чем визуально в телескопе это говорит о том что вот это мгновенная передача сообщенная полярная информация окроется вот вот здесь сбило сильно а вот в апреле этого года уже начались прямо чудеса такое тоже никогда вода не выдавала таких фокусов в апреле этого года вода вдруг ушла а что еще ушла я измеряю биополе оно равно нулю и тогда начинаю искать получаю информацию из солнополе из сферы что оно ушло восьмое измерения вот а современ перфагола известен необычные свойства этого числа восьмое вертикальная вечность а горизонтальная это бесконечность и казалось что в эти дни завершалось формирование необычной структуры трехуровневого октайдра состоящего из измерений по восемь человек первый уровень из восьми потом восемь на восемь и так далее всего 512 три уровня а в конце мая вода ушла в девять измерения а по нумерологии этот процесс завершен пока в садим новотедине в Москве впервые собрались со всех концов России 512 опять же сложившие цифры восьмерка участников другого движения воин сетра вот здесь я из своей книжки измерял плотовые тела и энергетику ну самая большая энергетика у сферы 17 20 а корневой число восьмерка вот нас интересует октай что такое октай это десятка а корневой число единичка вот здесь показано так вот смотрите что значит когда говорят там Иисус Христос альфа америка но в космосе не принято говорить буквами словами там все зацифровано каждая буква имеет свою цифру да и вот послышим десятка это целый бог а единичка это альфа и вот октайли это если взять два тетради сложить их основанием получается октайли и вот с одной же я приведу что белая сфера это самая большая вся вселенная это сфера сфера разумно красиво на пене а наша планетарная лавандовая сфера она входит в эту сферу как бы вот она скоро должна войти туда когда у наших созданий повысится октайли сформирован так под руководством БКР чтобы коллективное создание то есть соборность его участников могло управлять процессом планетарного штаба и природой и человек главная основе чтобы все люди были равны перед Богом не было богатых и бедых не было обращения сочинем и так далее а 26 мая получает сообщение о ВКР о готовности передать право формирование нового человечества этой структуры что и было совершено в Москве 26 июня присутствует 7 тысяч человек со всей России и даже за рубеже а вот эти дни вода не могла не проагировать она смотрите изменилась ушла в 10 измерение число убого и резко скачет 7 раз что же идет у нас Россию планету дальше ну вот ВКР в первые обозначения временной рамки никогда этого не было окончание квантового перехода планеты человечества на более высокие частоты произойдет в конце 16 года а в 17 годах как раз столетие когда столетие в феврале превалились и когда был обнаружен порядок в России переход к от измерения и улыбка что наши исследования в состоянии воды еще в 6 году позволили сделать вывод о начале золотого века в 17 по 17 годах но это мои данные только для России там Америка Европа вот эти зловредные страны они конечно еще помаяться карму свою будут и жать конечно же главное в оставшееся время что надо делать самосовершенствование для очистки души и своего сознания в условиях преображения отростанции по данным географической карты планеты может измениться серьезно но не так как в четвертой пятой цивилизации третей цивилизации да а более аккуратно будет важно сохранить хорошее здоровье поэтому не случайно высшие силы дают различные коды для исцеления например 39 смотрите это цифры это десятка да коды исцеления это книга Алекса Вольда именно себе это и многие уже испробовали и действительно очень помогает мы на своем опыте обобщили разные способности цивилизации в наших книжах это все опубликовано но Вольда самая важная приятная образ жизни питание вода хорошая цивилизации и осознание причин заболевания ведь она дается конечно же не случайно вот я приведу несколько примеров которые прозвучали как раз в Москве тогда 26-го июля Москвы вы сейчас знаете что в Карелии произошла трагедия когда ребята потонули в озере одна девочка она крикнула Боже спаси меня и она спаслась и в том случае еще более интересное летчик при падении с высоты тысячи метров это все на практике левых он интересного он когда падал молитву в Роговской аж прочесть а он крикнул опять же крикнул прямо то спасибо упал и не повредился то есть книги нормал Мехиседеком человеческая зигота ну зигота это та лёгкость которая жизнь начинается ленциклетка примерно она в 200 раз больше чем средний размер клеток так вот когда она делится пополам и так вот 8 раз пройдет получается 600-512 что такое 512 это начинает уже организм развиваться и тогда творец душу направляет людям и то есть вот сейчас цивилизация наша тоже испытывает как бы роды новая цивилизация 6-я в которую надеюсь мы все-таки войдем вот а тебе вот что интересно я только сейчас это обратил внимание давно читал первые 8 клеток образуют звездный тетрайдер эти 8 клеток без смерти то есть вот человек родился эти клетки до смерти 120 лет все равно они остаются живыми до смерти а все остальные клетки обычно живут 5-7 лет человеческий мир людей находится на границе времен и этот мир и это преображение давно ждет не только мир людей но и все космическое пространство планеты требуют кардинальной перестройки природа готова к этим изменениям и теперь только ваша мудрость ваше совершенство в духе способно показать всему космосу что великое чудо преображения в Боге точнее возвращения в Боге стало возможным заканчиваем все